Сурготские медики спасли жизнь ребенку, который выпал из окна. Малышу еще нет трех лет. Накануне на вызов к одному из домов в центре города приехала бригада скорой помощи. По словам врача Руслана Бацазова, ребенок лежал на газоне. Он упал с высоты пятого этажа. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Медики скорой перевели его на аппарат ИВЛ и доставили в травматологический центр. Хирурги провели три операции и малыш открыл глаза. Сейчас состояние маленького пациента врачи оценивают как стабильное. Отмечу, в прошлом году сотрудник скорой медпомощи Руслан Бацазов выезжал на подобный вызов. Я работаю на скорой 8 лет. К сожалению, такие случаи встречаются довольно часто. Причем родители бывают, в этот момент находятся дома, отходят в какую-то комнату другую или в ванну по своим делам, там, ну, своими какими-то делами. Успевают отвлечься буквально на 3-5 минут. И в это время происходят такие случаи. Очень часто, особенно летом, когда окна открыты. Мариуполь глазами врача. Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и еще несколько врачей две недели провели в составе гуманитарного добровольческого корпуса на Донбассе. В своем телеграм-канале он рассказывает о том, как они помогали раненым людям. Медики работали в областной больнице интенсивного лечения. Глава Депздрава подробно описывает, как группа добиралась до места, как работают местные врачи и что говорят жители о том, что они пережили. Почитать настоящие истории можно в телеграм-канале Алексея Добровольского. Маски все-таки придется носить. На заседании регионального оперативного штаба представитель окружного Роспотребнадзора рекомендовало оставить тем немногие коронавирусные ограничения, которые до сих пор действуют в Югре. А это масочный режим и постоянная дезинфекция помещений. Связано это с тем, что в регионе ослабевает коллективный иммунитет. Сейчас антитела к ковиду имеют 68% югорчан. Среди переболевших иммунитет есть у 92%, а у контактных всего 45%. Добавлю самые большие показатели заболеваемости в Сургуте, Нижневартовске и Березовском районе. В целом от ковида сейчас лечатся 732 человека. 147 югорчан находятся в стационаре. Врачи напоминают жителям округа о прививочной кампании. Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслужа. Дополнительно проанализировали тот план по вакцинации, который сформировано, то, как он исполняется. Выделили из него тех жителей округа, кому сегодня уже показана повторная вакцинация. Это пациенты, кто был привит более 6 месяцев назад или переболел более 6 месяцев назад. Поэтому сегодня вот такой более точный учет и планирование, на наш взгляд, позволят эту иммунную прослойку, которая сегодня снижается, этот негативный тренд преодолеть. И число пациентов, защищенных от новой коронавирусной инфекции в округе, число жителей увеличивается. Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Коголыма. Во время прямого эфира глава региона вместе с жителями города обсудят обращения югорчан. Модераторами в этот раз станут методист Центра культуры и досуга, мама-блогер, журналист и представитель молодежного актива. Трансляция пройдет 13 мая в 12.00 в аккаунтах главы округа и в группе региона Югра во ВКонтакте. Вопросы можно оставлять в комментариях к постам, которые анонсируют прямую линию. В Мегионе школьники теперь могут попробовать себя в промышленном дизайне. Здесь, на базе общеобразовательной школы, открылся профильный кружок. Стоит отметить, что дополнительное образование здесь можно получать по сертификату ПФДО. На занятиях школьники проходят черчение, основы рисунка и анатомии, погружаются в инженерные премудрости. А дальше в дело вступает фантазия. Кто-то придумывает летательный аппарат, кто-то устройство для охраны порядка. Воплотить идею можно здесь же на 3D-принтере отечественного, кстати, производства. Только изобретение сначала нужно изобразить в виде трехмерной модели в специальной программе. В будущем я хотел стать полицейским и хочу ускорить силы полиции. И вот такой аппарат, который я создал, возможно, поможет в будущем защищать закон. Промышленный дизайн может пригодиться в огромном количестве всевозможных специальностей, будь то архитекторы, будь то инженеры, дизайнеры. По большому счету, все, что нас окружает, создано промышленными дизайнерами. Просто раньше их называли изобретателями. В Нижневартовском районе пожарные отправились на дачи. Но не отдыхать, а искать взаимопонимание с жителями сотов. Пожароопасный сезон недаром получил свое название. И несоблюдение элементарных правил противопожарной безопасности может привести к последствиям куда более серьезным, чем одна сгоревшая баня. Специалисты проверяют наличие в хозяйствах средств пожаротушения, рассказывают о факторах риска и объясняют необходимость регулярно проверять состояние электропроводки и газового оборудования. Впрочем, дачники со стажем и сами все знают на отлично и стараются соблюдать. Конечно, правила безопасности соблюдаем. В летний период мы ничего не сжигаем. Электропроводка у нас недавно отремонтирована, наш электрик отремонтировал. Все, новые счетчики поставили. Так что у нас насчет пожарной безопасности более-менее нормально. Каждый сезон мы об этом напоминаем. Каждая весну, осень, за сухую траву на участках, что это также к пожарам может привести. По поводу газовых баллонов, также памятки отдельно раздавали. Также все рассказывали, какая может быть ситуация возникнуть с этими газовыми баллонами. В Сургуте вновь сбили несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло накануне днем. Водитель за рулем Киа не успел затормозить, когда ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной на обочине машины. Трехлетний мальчик получил травмы. Всего же за минувшие сутки в Югре произошло две аварии. Пострадали два человека. Госавтоинспекторы задержали девять водителей в состоянии опьянения. Трое отказались пройти экспертизу. За выезд на встречку привлекли к ответственности 33 человека. 25 нарушили правила перевозки детей. Житель Кандинского района до смерти забил односельчанина палкой. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. По версии следователей, это произошло 9 мая вечером. Подозреваемый, стоя у калитки своего домовладения, поссорился с потерпевшим и, будучи пьяным, семь раз ударил палкой по голове своего 69-летнего односельчанина, который проживал на соседней улице. Тот от полученных травм скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Югорчанки досрочно выиграли чемпионат России по шахматам. В соревнованиях участвовало 16 сборных команд. В честь нашего округа на турнире в Сочи защищали Ольга Гиря, Лея Гарифулина, Мария Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер девушек Павел Лобач. О досрочной победе стало известно после восьмого тура. В нем югорчанки выиграли у девушек из Новосибирской области. В девятом туре наши спортсменки одержали победу над сборной Санкт-Петербурга. На своей странице в соцсети ВКонтакте женскую сборную округа поздравила губернатор Югры Наталья Комарова. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на такси. Такую программу по всей стране запустила Минцифры совместно с региональными властями и перевозчиками. Воспользоваться бесплатными поездками можно будет вне зависимости от цели поездки. С ветераном смогут поехать и сопровождающие. Поездки на общую сумму до 3000 рублей будут оплачиваться до конца этого года. К 10 июня услуга будет доступна во всех городах, где проживают ветераны. На Кубок губернатора Югры по конкуру приедет группа «Нана». О том, что 28 мая популярные российские музыканты выступят в окружной столице, сообщили организаторы соревнований. Напомню, турнир по конкуру и выездке пройдет в Ханты-Мансийске в конце этого месяца. В конно-спортивном комплексе «Мустанг» будут соревноваться в нескольких дисциплинах взрослые, юноши и даже дети на небольших лошадях до 150 сантиметров в холке. Призовой фонд Кубка составит почти полмиллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 12 мая. Хоккеист Сергей Голоднюк вернулся в игру. Накануне новость о трансфере появилась на официальных страницах клуба и не осталась без внимания болельщиков. Дело в том, что Сергей является воспитанником югорского хоккея. В составе молодежной команды Голоднюк стал бронзовым призером МХЛ. В том сезоне он провел 62 матча и набрал 60 очков. Последние три года хоккеист провел в Казахстане, где играл за Сары Арку. В карагандинской команде югорчанин стал двукратным чемпионом Казахстана. В минувшем сезоне на его счету 21 матч и 16 очков. Кроме того, состав команды пополнил еще один молодой нападающий Герман Шапорев. Футболисты «Газпром Югры» поборются за выход в финал с действующим чемпионом страны. Сегодня начинается полуфинальная серия игр. Где противостоять команде из Югорска будет Екатеринбургская Синара. По регламенту турнира дальше пройдет коллектив, который одержит три победы. Сегодня и завтра команды сыграют в Тюмени, затем продолжат серию и в Югорске. В прошлом раунде Синара в сухую обыграла новую генерацию из Сыктывкара 3-0. Газовикам же потрепала нервы Нижегородская торпеда. Соперник обыграл Югорчан в первом матче 5-3, но затем трижды уступил с общей разницей мячей 27. Во второй полуфинальной паре сыграют Норникель и КПРФ. Отметим, что за коммунистов играет сургутянин Артем Ниязов.